Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о германской противотанковой мине направленного действия DM-12, а также о ее последующей версии DM-22. Расшифровываются эти названия как Deutsch Model 12 и 22, а полное название написано у вас на экране. Также сокращенно из этого названия их называют Парм-1 и Парм-2. Соответственно, DM-12 это Парм-1, а DM-22 это Парм-2. Это мины, которые не сыскали особой славы в Германии и даже во время разработки первой версии подумывали, чтобы и вовсе отказаться от нее. Но, тем не менее, в ограниченном количестве создали DM-12, а тем более DM-22. Расскажу коротко об истории создания мины, о двух версиях и о том, как они работают. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Хоть и называется DM-12 противотанковой миной, но она предназначена не только для поражения танков, а и любой другой бронированной техники. БМП, БТР, МРАП и всего остального, что имеет хоть какую-либо броню. Да, с помощью этой мины можно также поражать и машины с грузовиками, но для этого особо мин и не надо. Это мина кумулятивного действия, которая предназначена для поражения бронированной техники в борт. Если же хорошо известная советская мина ТМ-62 предназначена для того, чтобы повредить гусеницу танка или же днище, то задача DM-12, как и DM-22, это пробить борт в наименее защищенном месте и повредить внутренности танка и экипаж. Как видите, для этих целей предусмотрели и соответствующую конструкцию. На ТМ-62 есть обзор на канале. Кто не видел, оставлю ссылку в описании. Работами по созданию мины DM-12, она же ПАРМ-1, занялись еще в начале 80-х годов в Германии. Хорошо известная компания Мазершмитт Белков Блом, сокращенно MBB, разрабатывали ее за свои деньги, в надежде позже получить заказ от правительства. Хоть и имеет мина довольно простую конструкцию, работы по доведению ее до ума длились довольно-таки долго, с 1983 года по 1988 год. Тут и дорабатывали, и проводили ряд испытаний. Смотрели, как она работает против различной брони, как ее эффективней устанавливать, учитывали температуру использования и, конечно же, боевую часть. В общем, весь комплекс работ от идеи до принятия на вооружение занял 7 лет. Думаю, вам понятно, какой это был период, и зачем в Германии искали возможность получить на вооружении новую противотанковую мину. Холодная война и тому подобное. В 1988 году DM-12 принимают на вооружение. До падения Берлинской стены оставалось примерно год. И хоть и приняли на вооружение эту мину, все никак компания Мазершмитт Белков-Блом не получала заказ на серийное производство Парм-1. Контракт был размещен только в 1990 году на сумму 206,3 миллиона немецких марок. Если подсчитать, что за 1 доллар тогда давали примерно 1,6 немецких марок, то эта сумма примерно составляла 129 миллионов долларов. На эту сумму Бундесвер хотел получить 50 тысяч мин DM-12, которые были бы поставлены двумя лотами. По 25 тысяч в каждом из лотов. В 1991 году начались серийные поставки, и до 1994 года первый лот был поставлен в Бундесвер. Но возникла проблема под названием инфляция, и желание немецкого правительства отказаться вообще от этого заказа. Потому что элементарно денег было мало, и тратить их на мины, когда Советский Союз распался, было крайне несерьезно. В компании MBB, понятное дело, хотели получить больше денег за свои мины. А если быть точнее, то хотели, чтобы доплатили за поставки второго лота ту самую разницу. Но вот примерно в тот же период, с 1996 года, компания начала работать над улучшенной версией мины, над DM-22, с улучшенной боевой частью и более точным срабатыванием. Давление в стране на ту компанию было сумасшедшее в тот период, потому что и на эту версию также выделялись деньги, и в компании начали серийное производство. Но в 1998 году случилось обстоятельство, которое на время приостановило работы над этой миной. Компанию Мазершмитт Белков-Блом поглощает концерн Daimler-Benz. Под общим давлением работы над DM-22 прекратились, и на время о мине забыли. Хотя мелкосерийное производство продолжалось, и на сегодня несколько тысяч единиц этой версии мины есть на вооружении Бундесфера. Вспомнили про нее только в 2023 году, когда Германия передала несколько тысяч единиц противотанковых мин DM-22 украинской стороне. Учитывая, что были найдены маркировки на мине за 2010 год, понятно, что в этот период она также производилась. Но в Германии стараются не особо вспоминать об этой мине. Она не самая точная среди подобных мин и не безгрешна. Она довольно старая, особенно что касается 12-й версии и 22-й версии, которая производилась с конца 90-х годов. Элементарно в Германии эти мины не нужны, и они не могут вечно храниться на складах. Поэтому Германия передала Украине устаревающие мины, которые надо было бы как-то бы списать. Конечно, за неимением и рак рыба, но есть свои особенности у этих двух версий, о которых я еще скажу. Не просто так DM-12 критиковалась во время своей разработки. Это был не только вопрос денег, а и возможностей. Начну с того, что в целом собой представляет противотанковая мина DM-12. Она состоит из треноги, на которую устанавливается боевая часть, которая в свою очередь состоит из кумулятивной гранаты и неподвижной части, которая после срабатывания мины остается на треноге. Срабатывает мина при помощи оптоволоконного кабеля, который одним концом прикреплен к той самой задней части, неподвижной части боевой части. Он в длину 40 метров. Как происходит весь процесс, чтобы вы понимали суть и задачи. Минер несет в специальной упаковке весь комплект на необходимую позицию. Такой ящик весит под 40 килограмм. А вот сама мина весит 9,6 килограмм. Это без треноги. Мина достается из контейнера, разворачивается тренога на территории возле дороги, устанавливается тренога на землю, мина в ручном режиме, на глаз, направляется в предполагаемом направлении борта, скажем, танка. По вертикали боевую часть можно опускать и поднимать на треноги в пределах от минус 30 градусов до плюс 63 градусов. И это одна из самых сложных задач – правильно направить мину. Затем мина маскируется. Оптоволоконный провод раскручивается и растягивается поперек дороги, где предположительно может проехать цель. Когда цель наезжает на оптоволоконный кабель, сигнал по нему меняется или полностью прекращается, и срабатывает пусковой механизм, который выбрасывает с треноги вышибным пороховым зарядом кумулятивную гранату в борт цели. Повреждение борта цели происходит за счет кумулятивной струи, которая пробивает броню и поражает внутреннюю часть. То есть в этой версии, если цель, для примера возьмем танк, не наедет на оптоволоконный провод, мина не сработает. Этот вопрос был уже решен в версии ДМ-22. Следующий аспект. Эффективная дальность, на которой мина может поражать цели, составляет от 2 метров до 40 метров. Да, она может лететь и на большее расстояние. Некоторые даже отмечают, что и на несколько сот метров, вплоть до полукилометра. При наведении при угле в 45 градусов. Но эффективность, понятное дело, что куда ниже. Тут школьные уроки геометрии, так сказать, к месту. И эффективно поражать цели может мина, если они едут на скорости в пределах от 3 км в час до 80 км в час. А вот если же цель едет быстрее, то элементарно механизм срабатывания может не успеть выпустить кумулятивную гранату. Этот аспект также был очевиден во время разработки первой версии. И в ходе применения украинской стороной также зафиксировано несколько случаев, когда эта мина промахивалась. Что касается бронепробиваемости, то тут показатель, как правило, называют в более чем 100 мм. Потому что масса взрывчатого вещества составляет 1,26 кг. А вот масса самой кумулятивной гранаты составляет 3,66 кг. В длину граната 49,8 см. А вот вся длина боевой части составляет 85,7 см. Я говорил, что мина состоит из гранаты и неподвижной части. Диаметр гранаты 12,8 см. А вот вес неподвижной части, боевой части, уж простите за тавтологию, 5,94 кг. Поэтому, чтобы эффективно ею пользоваться, минер должен ее установить и правильно направить в направлении потенциальной цели и самого слабо защищенного места. Это делается на глаз. Да, можно использовать специальные прицельные приспособления для этого. Но тут все зависит от минера и его умений. Да еще и провод коротковатый. 40 метров не так-то и много. Да, бронепробиваемость более 100 мм. Это весьма расплывчатое понятие. Называют этот показатель и до 600 мм. Но тут немцы предпочитают умалчивать. Все же вес взрывчатого вещества не такой-то и большой. Сама кумулятивная граната оснащается стабилизаторами, потому что у нее нет реактивного двигателя. Поэтому то ускорение, которое ей придали на старте, с тем она и летит. Поэтому еще и дальность в более чем 40 метров до цели это проблема. Ничто дополнительно эту гранату не разгоняет, чтобы она могла сохранить свои возможности. Начальная скорость полета, которую получает граната, составляет 128 метров в секунду. Мину можно даже после установки переводить в безопасное состояние, переносить на другие позиции, повторно взводить и пользоваться. Срок боевой работы составляет до 40 дней. И думаю, стоит объяснить, как происходит весь процесс срабатывания. Когда установили мину, направили в нужном положении и растянули оптоволоконный кабель. Едет, к примеру, танк и наезжает на кабель. Пережимает его. Срабатывает в неподвижной части боевой части электронная схема. Она подает электроимпульс на вышибной пороховой заряд, который и выбрасывает кумулятивную гранату на цель. Помимо этого, в неподвижной части находится часовой механизм приведения мины в боевое положение. Тут же находится катушка с оптоволоконным кабелем и ручка приведения мины в боевое положение. Я сказал о тех минусах, которые были у ДМ-12, но их решили исправить в версии ДМ-22. Первое, что сделали, это увеличили вес боевой части до 20 кг. Чего я не сказал по части первой версии, так это о том, что на треноге максимальная высота мины может составлять 391 мм. Во второй части треногу доработали и максимальная высота может составлять до 700 мм. Да и в целом версия была доработана еще и за счет установки улучшенного вышибного заряда. Теперь кумулятивная граната может эффективно поражать цели на расстоянии до 100 метров за счет наличия инфракрасного датчика SAPIR. А вот длина оптоволоконного кабеля также была увеличена до 60 метров. Сам датчик SAPIR состоит из инфракрасного датчика и акустического датчика. Иногда пишут, что можно устанавливать либо тот, либо тот. Нет. В этой системе сразу два. Потому что акустический датчик это по сути такой себе микрофон с подавлением шума ветра. Фиксирует шум двигателя танка либо другой бронированной техники. А вот уже скорость и направление движения определяются при помощи инфракрасного датчика. У датчика есть два канала. Когда эти факторы сопоставляются и даже без наезда на оптоволоконный шнур срабатывает механизм запуска, когда цель находится на оптимальном расстоянии для поражения. Планировалось, что инфракрасный датчик, которым могли оснащать в дальнейшем мины DM-22, могли избирательно поражать, скажем, не первую цель, не первый идущий танк, а там второй или третий. Но по ряду причин этого не было реализовано. Отмечается, что за счет увеличения веса боевой части и веса взрывчатого вещества до 1,9 кг бронепробиваемость может составлять до 750 мм. Но тут есть определенные сомнения. Также сократилось время боевого применения мины с 40 дней до 30 дней. Что ж, это были противотанковые мины DM-12 и DM-22. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.